Здравствуйте! В эфире телеканала 24КЗ. Парламент. Программа о деятельности главного законодательного органа республики. Меня зовут Адель Нуртай. Сегодня в Нижней Палате парламента состоялось заключительное в этом году пленарное заседание, в ходе которого мажоресмены одобрили целый ряд законопроектов, а также приняли в работу еще один законопроект. Он касается минимальных социальных стандартов и гарантий. Законопроект разработан в реализацию послания главы государства народу Казахстана «Стратегия Казахстан-2050. Новый политический курс состоявшегося государства» и определяет правовые основы применения минимальных социальных стандартов, обеспечивающих реализацию закрепленных Конституцией Республики Казахстан и другими законодательными актами социальных гарантий прав граждан. Отмечу, что этот проект закона инициирован самими мажоресменами и, как заявила сегодня депутат Гульнар Иксанова, Комитет мажореса по социально-культурному развитию готов подготовить заключение по этому документу до 24 декабря 2014 года. Законопроект охватывает перечень минимальных социальных стандартов и гарантий в таких сферах, как труд, социальное обеспечение, образование, здравоохранение, культура, спорт, жилищные отношения, оказание гарантированной государством юридической помощи. Также устанавливаются права получателей минимальных социальных стандартов, порядок применения, общие принципы формирования системами минимальных социальных стандартов, а также компетенции правительства и полномоченных органов. Также Комитет принял сегодня в работу сопутствующий законопроект о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам минимальных социальных стандартов и гарантий. Изменения и дополнения вносятся в 15 законодательных актов. 4 кодекса об административных правонарушениях, трудовой кодекс, кодексы о здоровье народа и системе здравоохранения, о браке супружества и семье. И в 11 законов, регулирующие отношения в социальной сфере. Комитет также готов взять законопроект в работу и подготовить по нему заключение в срок до 24 декабря 2014 года. Напомню, сегодня в Мажелисе состоялось последнее в этом году пленарное заседание. И в этой связи председатель палаты Нурлан Нигматуллин, говоря о проделанной депутатами работе, выходящем в 2013 году, подчеркнул, что и в наступающем 2014 году приоритетом в работе депутатов Мажелиса будет законодательное обеспечение реализации стратегии президента Казахстан-2050. И вот какие цифры привел спикер, подводя итоги года. Надо сказать, что работа была напряженная. Сначала только третья сессия проведено. Было два совместных заседания палат парламента. 17 заседаний Мажелиса парламента Республики Казахстан. Мы рассмотрели, направили в Сенат с сентября месяца 36 законопроектов. В целом же с начала работы нынешнего созыва, то есть с января 2012 года, депутатами Мажелиса одобрено 175 законопроектов, 153 из которых уже подписаны президентом и обрели силу закона. И в этой связи спикер палаты Нурлан Нигматуллин особо подчеркнул и отметил высокую активность депутатов Нижней палаты в законотворческой деятельности. Кроме того, я не могу не отметить высокую активность депутатов и в плане законодательной инициативы. Только в текущем году увеличилось количество законопроектов, разработанных самими депутатами Мажелиса нашей палаты. Мажелисменами инициирован 21 законопроект, что почти в два раза превышает показатели прошлых лет. На этом наше время подошло к концу. Смотрите программу «Парламент» каждый день в эфире круглосуточного информационного телеканала 24KZ, и вы узнаете еще много важного, интересного из жизни высшего законодательного органа нашей республики. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok